Только в Альфа-банке! Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц! Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику! Не просто выгодно, Альфа выгодно! Всем привет, вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим о немецких овчарках. Надежный и умный охранник, спасатель и лучший друг. Но так ли это на самом деле? Как появилась эта порода собак? И почему немецкая овчарка стала такой популярной? Здесь и сейчас мы об этом и поговорим. Поехали! И начнем мы с названия. Слово овчарка связано с овцами. Все овчарки изначально были пастушьей собаки и прекрасными помощниками пастухов. Овцарка не совсем то. А вот овчарня «Загон для овец» очень подошла для названия. А немецкая тут все просто, потому что выведена была в Германии. И, кстати, не всегда она называлась немецкой и даже не германской. Но обо всем по порядку. Всего пород собак, которые относятся к овчаркам, очень много и к пастушьим собакам предъявляют определенные требования. Они должны быть выносливыми, так как работать часто приходится круглые сутки, иметь соответствующую шерсть, работают они нередко в суровых условиях. Они должны быть сильными и смелыми, ведь им приходится иногда вступать в бой с хищниками. И в то же время у пастушьих собак должен быть притуплен охотничий инстинкт, который мог бы навредить стаду. В каждой стране существуют свои специфические природные условия. Поэтому почти в каждой стране, где развито животноводство, овцеводство в частности, имеются свои породы овчарок, выведенные с учетом особенностей рельефа, климата и других природных условий страны. Так, например, в Швейцарии выведены опенцельская, швейцарская, энтлебухерская пастушьи собаки. У французов имеются пикардийский бирже, бастерон, бриар и другие, названные по имени местности, где их вывели. В Словакии наиболее популярен словацкий чувач, в Шотландии коле и бордер-коле, а в Венгрии пуми, пули, командор. Это вовсе не значит, что какая-то порода не может использоваться в другой стране. Но, видимо, качество собаки наиболее соответствует условиям той страны, где она была выведена. Об этих красивых собаках мы обязательно расскажем в свое время. А сегодня мы поговорим о немецкой овчарке. Говорят, что она лучше других собак сохранила черты своего далекого предка волка. Действительно, даже в кинофильмах, где должен действовать волк, его часто с успехом заменяет немецкая овчарка. И в своем теперешнем виде появилась сравнительно недавно, хотя и считается одной из старых пород. Вернее, старой породой считается исходный материал. Породы пастушьих собак, действительно похожие на волков, которые были распространены в 18 веке в овцеводческих районах Европы. В Германии тоже бурно развивалось скотоводство. У людей часто возникала потребность в мощных собаках, умеющих управлять отарой. Четвероногие пастухи высоко ценились. Появилась тенденция размножать псов с заданными рабочими характеристиками. На внешность животных, возможно, не обращали внимания. Собаки сильно разнились по внешнему виду. Размножение было поставлено на коммерческую основу. Особые стандарты не выдвигались. Однако появилось два центра по выведению овчарок. Тюрингия и Вюртенберг. Так назывались места самых известных питомников. Но разводили собак на всей территории немецких земель. Собаки из двух центров отличались по внешнему виду. Тюрингские овчарки имели средний рост, волчий окрас, хвост колечком и острые уши. Живые и подвижные собаки казались более привлекательными по сравнению с псами из Вюртенберга. Последние были более уравновешены. Псы внушительных размеров, с цветными пятнами на теле, могли иметь висячие уши. Уже в 1890-х годах предпринимались попытки стандартизировать породы собак. Собак разводили, чтобы сохранить черты, которые способствовали их работе по выпасу овец и защите их стад от хищников. В Германии это практиковалось в местных общинах, где этим занимались пастухи. Они отбирали и разводили собак. Было признано, что порода обладает необходимыми для выпаса овец навыками, такими как интеллект, скорость, сила и острое обоняние. Результаты были, но они все равно значительно различались как по внешнему виду, так и по способностям. Для работы с этими различиями в 1891 году было создано общество Филакс с целью создания стандартизированных планов развития местных пород собак в Германии. Общество распалось всего через три года из-за продолжающихся внутренних конфликтов относительно качества собак, которые общество должно продвигать. Некоторые участники считали, что собак следует разводить исключительно для рабочих целей, в то время как другие считали, что собак следует разводить еще и ради внешнего вида. Хотя общество Филакса и не достигло своей цели, оно вдохновило людей заниматься самостоятельной стандартизацией пород собак. Впервые овчарок из Тюрингии представили в 1882 году. Кобели Кирос и Грейв со светло-серым мехом произвели фурор на выставке, что дало толчок к селекционной работе. Кобель Полукс и Сука Прима, похожие на волков по окрасу и сложению, произвели потомство, которому было суждено завоевать выставки. Несмотря на то, что самая популярная порода в мире не носит имени своего создателя, в отличие от, например, Ротвейлера, Все, кто занимается немецкой овчаркой, знают ее талантливого создателя, ротмистра кавалерии Макса Эмиля Фредерика фон Штефанеца. Макс фон Штефанец получил ветеринарное образование. Еще с детства он запомнил собак на обширных пастбищах. Он мечтал вывести идеального пса, истинное воплощение четвероногих пастухов. В его биографии была неожиданная отставка, но именно она дала ему возможность серьезно заняться селекционной работой. К делу он подошел обстоятельно и создал союз владельцев немецкой овчарки. Он был первым, кто не искал коммерческой выгоды от размножения овчарок. Ему удалось воплотить в жизнь свои мечты о создании универсальной пользовательской породы собак в жизнь, а также создать труд Der Deutsche Schefferhund und Wörternbild, который в настоящее время является руководством для заводчиков и специалистов, занимающихся породой. В 1890 году молодой родмерстер Макс фон Штефанец решил попробовать свои силы в разведении национальных немецких овчарок. Штефанец был весьма образованным человеком, и кроме того, давно интересовался овчарками и хорошо разбирался в них. Наибольший интерес у Штефанеца вызвала способность этих собак к работе, развившаяся у них за столетия постоянного труда. Выдающийся основатель породы Макс фон Штефанец видел главное предназначение немецкой овчарки в ее общественной пользе – служению на благо человека. Он писал в своих золотых правилах «Постоянно помни, что разведение немецкой овчарки должно быть разведением исключительно общественно полезной собаки. И пусть всегда перед твоим взором стоит только эта задача – собака с хорошими задатками, охочая к работе и с совершенным корпусом». Анатомическое строение и внешний облик виделись фон Штефанецу необходимым инструментом достижения основной цели породы, обеспечивающим здоровье, выносливость, работоспособность. Подлинным днем рождения немецкой овчарки по праву считается 3 апреля 1899 года. В этот день Макс фон Штефанец и его друг Артур Мейер развлекались в Карлсруе и зашли на выставку собак. Осматривая выставку, они обратили внимание на средних размерах кобеля – желто-серого величиной с волка, который стоял возле своего хозяина. Хозяин объяснил, что кобель является рабочей собакой с большими способностями и, несмотря на сходство с волком, имеет врожденную склонность к служению человеку. Собаку звали Гектор Линкерхайн. Штефанец купил Гектора для своей псарни. Впоследствии он получил имя Хорранд фон Графрот. Тогда же, в 1899 году, Макс фон Штефанец вместе со своим другом Артуром Мейером официально утверждают союз владельцев немецкой овчарки и становится его первым президентом. В том же году впервые была проведена выставка овчарок, победителем которой стал Хорранд. Было организовано ведение племенной книги породы. Хорранда Штефанец зарегистрировал в ней первым. Именно эта собака должна была основать базу и создать единый тип породы. Впервые проведенная в 1899 году в Германии выставка немецких овчарок с тех пор проводится ежегодно. Ротмистр Штефанец был судьей-экспертом и, благодаря своей одаренности, он мог направлять судейство в нужное русло, сочетая его с практическим разведением. Чтобы уравнять тип породы, Штефанец подбирал Хорранду для вязок однотипных с ним сук. В первые годы необходимо было тщательно контролировать тесное родственное линейное разведение, обойтись без которого было невозможно, так как оно давало возможность очень быстро выработать единый тип породы. Но в организационной сути этого важного мероприятия была скрыта серьезная проблема. Породный стандарт допускает достаточно широкое толкование ряда характеристик, а судья-живой человек субъективно оценивает конкретную собаку и имеет собственное представление идеала породы. Даже несколько разных экспертов могут быть подвержены влиянию текущей моды в породе, хотя, конечно, большее число независимых оценок повышает их качество. Эта проблема вскрылась еще при работе фон Штефанеца президентом СВ, клуба овчарок, в настоящее время крупнейшей организации овчаристов Германии. В 1925 году Штефанец обратил внимание на то, что тип немецкой овчарки постепенно стал меняться в худшую сторону. Собаки становятся крупными и теряют свои пропорции. Поэтому на выставке победителей 1925 года он выбирает собаку, которая значительно отличалась по типу от предыдущих победителей. Это внешний неброский кобель был среднего роста, имел красивые пропорции тела, благородную линию спины, совершенные движения и неустрашимый характер. Используя свой огромный авторитет, фон Штефанец сумел исправить негативную тенденцию в разведении, включив племенное ядро лучших средних представителей породы. Но потенциальная проблема с отбором была обозначена. Чтобы иметь возможность тестировать отбираемых собак не только по телосложению, но и рабочим качеством, общество СВ в 1922 году разработало и ввело в практику керунг, систему племенного отбора, включавшую обязательную проверку поведения и смелости, выносливости и работоспособности собак. Таким образом, по инициативе фон Штефанеца было сделано важное улучшение в программе отбора немецких овчарок, направленное на развитие породы. Штефанец вообще никогда не интересовался чистой красотой собаки. Он считал, что у немецкой овчарки должно быть здоровое тело с правильными пропорциями для наиболее продуктивной работы. Первая мировая война выдвинула немецкую овчарку в прямом и переносном смысле на передовые позиции. Незаменимая помощница военных, она стала превалировать в питомниках как немецкой армии и в войсках ее союзников, так и в армиях Антанты. А Вторая мировая война нанесла собаководству, как и всем другим областям жизни, огромный ущерб. Однако некоторым заводчикам все-таки удалось сохранить небольшое количество племенных собак. Немецкие заводчики-энтузиасты, опираясь на труды Макс фон Штефанеца, вновь начали разводить немецких овчарок. Именно благодаря им мы имеем сегодняшнюю немецкую овчарку, универсальную служебную собаку, благородного преданного друга. В Германии примерно до середины 60-х годов проводилась в целом весьма грамотная политика разведения, способствовавшая улучшению качества поголовья. Задачей разведения было как улучшение анатомии, так и рабочих качеств собаки. Это позволило быстро восстановить популяцию немецких овчарок, сильно потрепанную в ходе Второй мировой войны, и продолжать совершенствовать породу. Селекционная программа ГДР, несмотря на гораздо более скудные ресурсы племенных собак, была очень грамотной, использовала несколько собственных передовых селекционных техник и обогатила популяцию прекрасными линиями, которые прослеживаются сегодня во многих рабочих овчарках. Но в 60-е годы политика клуба овчарок СВ стала меняться в другую сторону. Во время президентства Румеля идеология разведения стала дрейфовать к тезису совершенства через красивый корпус, чему немало способствовала все большая популяризация породы среди обывателей и постепенное перерождение зоотехнических выставок в шоу-мероприятия, становившиеся серьезным источником потенциальных доходов. Наклонная спина, которой отдавалось предпочтение в разведении заспорного идеала красоты высокопородных линий, уже много лет является предметом споров. В конце 1960-х годов заводчики Федеративной Республики начали заметное анатомическое преобразование немецкой овчарки. Ангуляция задних конечностей стала сильнее, кости голени стали длиннее, и стопа сместилась назад, спина опустилась и, наконец, стала круглой. Снизилась прыгучесть, выносливость и ловкость современной немецкой овчарки. Она стала больше и массивнее, а это означало, что она потеряла значительную часть своей ловкости. Эта тенденция достигла апогея в период безраздельного господства в клубе братьев Мартиных период с начала 70-х до 90-х годов, в частности Мартина как президента организации. Эти организаторы довели до абсурда идею совершенства через красоту, фактически подчинили себе всю политику разведения. В конечном счете это привело в начале 21 века к физической и поведенческой дегенерации шоу направления породы, составлявшего в то время более 90% всей популяции, вырождению большей части немецких овчарок в декоративную, не способную к работе породу. И, наконец, в 2002 году среди заводчиков немецкой овчарок произошел раскол на два лагеря. Шоу-тип выставочный. Эти представители уделяют наибольшее внимание внешнему виду, выставочным качеством и удобству содержания в качестве домашней собаки. Это привлекает многих покупателей-непрофессионалов и увеличивает количество приобретаемых немецких овчарок в качестве домашнего любимца, но привело к ухудшению рабочих служебных качеств породы. А другая часть заводчиков, недовольных таким положением вещей, покинули СВ, определив направление своей деятельности девизом Макса фон Штефаница «Немецкая овчарка – собака для работы». Сегодня овчарки шоу-типа и рабочего разведения до такой степени отличаются друг от друга, что можно говорить о разных породных группах. Их легко отличить друг от друга даже внешне. Рабочие овчарки больше похожи на тех, какими они были изначально. Они не такие крупные, более легкие, имеют относительно прямую спину и разнообразные окрасы, наиболее часто волчьи, зонарные. Классический же чепрачный, черно-рыжий, является для них более редким. Овчарку шоу-типа можно узнать по сильно скругленной спине. Собака словно присела на задние лапы или готова прыгнуть. Они часто более крупные по размеру и бывают практически единственного окраса чепрачного. По характеру немецкие овчарки шоу-типа считаются более мягкими и подходящими для семьи, а рабочие более активными и предназначенными для службы. Да и с названием породы было не все так просто. Изначально порода была названа Дейче Шеферхунд фон Штефанитсом, что буквально переводится как немецкая овчарка. В то время под этим именем назывались все остальные пастушьи собаки в Германии. Таким образом, они стали известны как Альдойче Шеферхунд, или старые немецкие пастушьи собаки. Прямой перевод названия был принят для использования в племенной книге. Однако в конце Первой мировой войны считалось, что включение слова «немецкий» наносит ущерб популярности породы, из-за антинемецких настроений. Порода была официально переименована клубом собаковода Великобритании «Вальзасскую волчью собаку», региона, граничащего с Германией. В конце концов, слово «волчье» было исключено после многочисленных компаний-заводчиков, которые были обеспокоены тем, что оно станет известно как гибрид волка и собаки, и повлияет на популярность и легальность породы. Но название «Вальзас» сохранялось на протяжении пяти десятилетий, до 1977 года, когда успешные компании энтузиастов собак оказали давление на британские кинологические клубы, чтобы они разрешили снова зарегистрировать породу, как немецкие овчарки. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. И на данный момент немецкая овчарка узнаваема. Хотя существует масса критериев, по которым судят о качестве породы. Эта собака среднего размера, сильная и мускулистая, и она скорее длинная, чем высокая. С холкой, образующей самую высокую точку спины. У взрослых кобелей высота в плечах составляет от 60 до 65 сантиметров. У сук от 55 до 60. Тело должно быть под жаром, то есть без жира и рыхлой соединительной ткани, с четко выраженной мускулатурой. Грудная клетка глубокая, хорошо изогнутая. Угол наклона конечности обеспечивает максимально возможный шаг. Задние конечности достигают середины тела и таким образом дают максимально возможный толчок сзади. Немецкая овчарка – упорный рысак. Движутся овчарки плавным широким шагом, легко переходящим в рысь. В движении рысью голова чуть наклонена, и хвост образуется спиной единую линию. Форма головы клиновидная, размер головы хорошо пропорционален остальному телу. Лоб лишь слегка выгнут, переносится прямая. Согласно стандартам, собакам разрешено носить только черный нос. Губы плотные, сухие, темного цвета, хорошо закрываются. У собаки развитые челюсти с правильным ножницеобразным прикусом, где верхний ряд резцов плотно перекрывает нижний. При этом зубы располагаются перпендикулярно челюсти. Зубная формула немецкой овчарки состоит из 42 крепких зубов, растущих без больших зазоров. У немецкой овчарки стоящие уши, размер которых должен быть в хорошей пропорции к голове. Они их держат вертикально и лицом вперед. Глаза всегда темные и слегка раскосы. И что немаловажно, всегда создается впечатление внимания. Хвост имеет серповидную форму и свисает вниз. Лапы округлые и короткие. Когти тоже короткие и крепкие. И когти и подушечки темного цвета. Что касается шерсти, то она у немецкой овчарки в первую очередь функциональна. Простая в обслуживании и устойчива к атмосферным воздействиям от снега, дождя, холода и жары. Под прилегающими верхними волосами находится густой подшерсток. Линька у овчарок происходит постоянно. Смена поврежденных шерстинок происходит по всему животному без исключения. Немецкая овчарка особо сильно линяет два раза в год. Перед приходом зимы шерсть меняется на более густую, плотную и длинную. Начало приходится на осень. В летний период шуба более короткая и менее плотная. Волос тонкий, что позволяет пережить жаркое время, улучшая показатель теплопроводности и отдачи на жаре. Начинается весенний период. И это необходимо учитывать потенциальным заводчикам. А что по окрасу? По стандарту возможны три вида окраса у чистокровной немецкой овчарки. Чепрачный, зонарный и черный. Отдельно выделяют черноподпалы. Но его нельзя позиционировать как самостоятельный тип. Эта мазь всего лишь вариация главных расцветок. Чепрачный. Самый распространенный вид встречается у 90% особей. У таких собак на спине находится V-образное черное пятно, которое распространяется на бока, живот, верх хвоста и может переходить на локти. Низ же окрашен в светлый цвет. Он захватывает живот, грудь, шею и лапы. Зонарный. Считается редким типом. Всего 5% немцев обладает такой мастью. Цвет возник из-за интересного окраса шерсти. У основания она светлая, затем темная, после желтая, а на кончиках черная. Зонарную масть также называют волчьей, серой, седой или агути. Черный. Название говорит само за себя. Такие немцы обладают роскошной, полностью черной шубкой. Это самая редкая разновидность, предусмотренная стандартом. По различным источникам встречается только от 3 до 5% собак. И хотя первые немецкие овчарки, Грейф и Кирос, представленные на выставке в 1882 году, были со светло-серой шерстью, которая сейчас недопустима. Они были меньше, легче и менее мускулистые. В своем первоначальном виде немецкая овчарка была похожа на сегодняшних малинуа. Это бельгийская порода собак. Кстати, на основе немецкой овчарки выведено много внешне похожих пород. Китайская овчарка или куньминская волчья собака. Черский волчак получился при скрещивании немца с европейским волком. Американский шайлох или шайла. Большой оригинал с длинной шерстью, как у Колли. Английского утонагана или миролюбивого волка создали путем смешивания немецкой крови с хаски и маламутами. И, наконец, швейцарская овчарка. Белая, чуть крупноватая красотка. И вовсе не альбинос, но с глаза и подушечки лап черные. А многие путают восточноевропейскую овчарку и немецкую. Давайте и об этом поговорим. Кто-то скажет, что восточноевропейская овчарка – это обрусевший немец. И будет отчасти прав. У этих собак очень близкое родство. Немецкую овчарку, целенаправленно выведенную из племени пастушьих собак, быстро оценили во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. Она стала эталоном служебной собаки, но ее мировое турне подпортила внешняя политика. Германия, развязавшая Первую мировую войну, привила многим странам неприязнь ко всему немецкому. Так случилось и с овчарками, попавшими в Советский Союз. Но такого талантливого служаку терять никто не собирался. И вот кинологи молодого советского государства решили немного модифицировать немца, чтобы он максимально подходил к климатическим условиям. И постарались улучшить рабочие качества собак. И назвали восточноевропейской овчаркой. Но при всем сходстве восточноевропейская овчарка внешне заметно отличается от своего собрата. Она почти наполовину крупнее, имеет практически ровную спину и движется размашисто стильным толчком, а не стелящийся рысьем. Если вы видите на собачьей площадке немецкую овчарку-переростка с непривычно тяжелой размашистой поступью прямой спиной, то это вовсе не немец, а его собрат восточник. Даже девочки восточноевропейской овчарки, которую в силу полового деморфизма мельче мальчиков таких же размеров, а то и крупнее немецких кобелей, еще больше различий в характере этих пород. Если немец это суперэнергичный шалопай-холейрик, то восточник уравновешенный и более спокойный сангвиник. При этом в его прекрасной голове водятся свои тараканы. Куда же без них? А что же с характером конкретно у немецкой овчарки? Как и хотел ее прародитель Штефанец, немецкая овчарка универсальна. Она одинаково хорошо может служить собакой-компаньоном, охранной, защитной, сыскной, служебной и караульной собакой. Успешно используется в животноводстве как пастушья собака. Чаще других пород используются на службе в армии, в полиции, для охраны государственных границ. Хорошо обученная немецкая овчарка незаменима при задержании объектов преследования, используется для сопровождения слепых, собакой по выдырем и прекрасно ладит с детьми. К сильным сторонам немецкой овчарки можно отнести развитый ум и интеллект, быструю обучаемость, неприхотливость, отличные черты охранника, неконфликтность и отсутствие излишней агрессии, универсальные рабочие качества, выносливость, преданность хозяину и его семье. Однако немецкие овчарки обладают высокой активностью, и из-за своих габаритов их лучше содержать в частном доме. Но если такого нет, овчарка уживется и в квартире. Однако гулять при этом просто необходимо и подольше, а не просто пописать-покакать. Высокий интеллект немцев не сопровождается стремлением к самостоятельности и упрямством. Они легко и с удовольствием осваивают новые игры, команды, территории. Для хорошего настроения и нормального самочувствия они остро нуждаются в человеческом обществе, в том числе в долгих прогулках и подвижных играх. А сколько продолжительность жизни немецкой овчарки? К сожалению, все собаки живут немного. Немецкие овчарки не исключение. Они достигают в среднем 13-летнего возраста. Иногда больше, а возможно и меньше. И сколько лет четвероногий будет радовать своего хозяина, зависит от питания, ухода и здоровья. Собака немецких овчарок даже в пожилом возрасте должна чувствовать себя бодрой и веселой. Несмотря на все положительные качества, временами у людей мнение о такой красавице менялось. Например, когда немецкая овчарка была завезена в Соединенные Штаты, она изначально была популярной собакой. Но поскольку собаке популярность росла, его стали ассоциировать и с опасной породой, принадлежащей гангстерам и бутлегерам. На другом континенте репутация немецких овчарок как опасной породы выросла до такой степени, что в 1929 году их ввоз в Австралию был на время запрещен. Рассматривалось даже потенциальное законодательство, требующего стерилизации всех немецких овчарок в Южной Австралии. Да и в наше время в некоторых странах они запрещены, наряду с другими крупными или бойцовыми породами собак. И, конечно, не просто так. Во-первых, жертвами укусов немецкой овчарки ежегодно становятся тысячи людей, в том числе и детей. Последствия укусов могут быть довольно тяжелыми. Во-вторых, порода считается склонной к проявлениям агрессии, может напасть на человека первый, представляет некоторую угрозу для общественной безопасности. В-четвертых, немецкие овчарки широко используются для нелегальной деятельности, к примеру, для участия в собачьих боях. В-пятых, совершенно непредсказуемыми считаются метисы и гибриды, потомки от спариваний немецких овчарок и дворянок, а также немецких овчарок и волков. Во многих странах запрещено иметь немецкую овчарку с отклонениями в состоянии здоровья или с поведенческими проблемами. Но по большому счету, проблема не в собаках, а в людях. Ведь именно от человека зависит, какая собака будет со временем. Ведь поговорка «какой хозяин, такая собака» была придумана не просто так и подразумевает, что характер и поведение собаки отражают личность, образ жизни ее хозяина. Собаки – эмоциональные и умные существа, способные учиться и адаптироваться к окружающей среде, и важные значения имеют условия содержания и социализации собаки с самого раннего возраста. О немецкой овчарке владельцы все без исключения говорят только хорошее. Немецких овчарок называют верными, умными и послушными животными, хотя залогом прекрасного характера является стабильная психика вашей овчарки и правильное воспитание. И сколько бы ни рассказывали о немецкой овчарке, каждый владелец может поведать об удивительных моментах из жизни. Немецкая овчарка умна и поражает своей сообразительностью. Она бесстрашна и без прикрас неустрашима ни перед какой опасностью. Умная морда все поймет и поддержит в любом начинании. Немец спокойный, рассудительный, даже больше, как говорят их хозяева, чем некоторые люди. Ни запах шерсти, ни однажды испорченный ботинок не затмит любви к этой уникальной собаке. Немецкая овчарка – завсегдатый верхушек рейтингов самых умных, самых преданных, самых обучаемых питомцев. Благородные лица этих собак часто мелькают в сюжетах новостей, на полосах газет и даже в заглавных ролях различных телешоу. Но главным признанием немцев остается не актерская карьера, а охрана порядка. Они служат в полиции, пограничных и таможенных подразделениях, помогают в выполнении поисковых и спасательных операций. А дома представители этой породы оберегают покой и имущество хозяев, дарят своим владельцам массу положительных эмоций. И при надлежащей заботе и правильному обучению вы обретете самого преданного друга, соратника по утренним пробежкам и понимающего компаньона. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.